всем доброго времени суток рада приветствовать вас на моем канале меня зовут елена и так давайте посмотрим красный лиман ну или лиман просто просили посмотреть до конца года город находится под контролем лднр и россии ну посмотрим какие перспективы и так красный лиман ну опять же относительной ситуации я понимаю что там обстрелы везде весь донбасса обстреливают по новой но эта карта говорит о том что в принципе в городе больше положительных эмоций чем отрицательных так скажем как развиваются события в вашем городе ну пока ситуация доказанца не прояснена но в каком плане что что делать с городом потому что я так не написали что город очень сильно разрушим пришло время город восстанавливать наступил момент вот это вот последствия боевых действий убирать их ну в принципе что и происходит в городе до полностью радоваться еще рано то есть впадать в эйфорию еще пока рано конечно есть обстрелы есть разрушение но уже что-то можно делать что-то восстанавливать налаживать потихоньку свою жизнь в городе сейчас поправлю чтобы видно были все карты так давайте посмотрим как будут складываться дела в городе до конца июня зачастую придется вспоминать что было раньше как было раньше да и соответственно ну максимально приближать город к прежней жизни продумано настойчиво спокойно и получая в принципе от этого удовольствия потому что когда есть возможность восстановить то что любишь это классно ну и движение к цели это восстановление защита города чтобы наступил наконец мир к этому город идет идет семимильными шагами то есть вот это вот восстановление все будет развиваться очень быстро и и потенциал для этого есть очень хороший максимально я надеюсь вот помощь приходить и все будет потихоньку налаживаться это я думаю на какой вам дальше колодец лучше разложить что-то мне хочется вам на золотой разложить колоди потому что я думаю что вас больше беспокоит именно восстановление города работа здоровье ресурсное состояние как города так и людей как будут развиваться события в городе с июля месяца и до конца года 2022 полгода ровно полгода будет найдено очень много идей для того чтобы дальше город поднимать новых идей новых предложений новых людей новые возможности вот это все будет очень четко продумываться искаться и воплощаться в жизнь восстановление города будет идти постепенно не торопясь будут приглашены скорее всего конечно же и строители со стороны и ну проектировщики там и так далее в общем я понимаю так что в любом случае это нужно люди всех специальностей кто-то из местных конечно будет привлекаться к этой работе кто-то новое будет приходить но совместными усилиями объединяясь это все можно будет восстановить так это у нас июль август а вот сентябрь в сентябре информация как бы закрыта но я могу сказать что там судя по раскладам дальнейшем очень серьезные перемены ждут вообще саму украину и от этого конечно же будет зависеть жизни в самом лимане то есть вот это вот июль август и сентябрь ну и дальше пойдет такое серьезное восстановление более надежно более спокойно и такое без страхов город будет идти к своей цели а вот в декабре придется какие-то решать такие вопросы которые ну как сказать либо с болезнью какой-то либо с потери каких-то ресурсов либо человеческих либо так скажем инстра инфраструктуры ну банально даже хотя бы решать вопрос отоплением все-таки зима холодно и соответственно нужно как-то этот вопрос будет решать то есть возможно какая-то серьезная ситуация такая вот для города декабре месяца давайте посмотрим чем это может быть связано с работой ну видимо я думаю так что так как в общем то восстановление города идет но нужно людей обеспечивать и работой вот в этом будет сложности видимо потому что работа и деньги приносят и руководство города будет очень непросто этот вопрос решать найти это же нужно организовать рабочие места соответственно это же нужно их создать то есть это либо какие-то предприятия новые открывает либо дополнительные ну к примеру для учителя и значит новая школа там для врачей новая поликлиника и так далее вот может быть с этим будут связаны трудности потому что сейчас главное восстановить инфраструктуру чтобы людям банально было где-то жить да особенно когда город очень разрушены вот а потом уже конечно решать вопросы с работы тем более будут возвращаться люди обратно дому ну а давайте посмотрим на сентябрь что там в сентябре у нас за тайны мадридского двора какие-то серьезные переживания будут сентября опять же связанные с ресурсами и наступлением мира когда станет тишина наступит тишина очень часто бывает у людей кто воевал тем более если длительное время находился на фронте на боевых действиях когда наступает полная тишина да вот мир а что делать ты привык восемь лет даже больше быть как бы на фронте но если брать вот именно ваш города и вдруг наступила тишина никто не стреляет нет никаких угроз и вот это вот не по ним не понимание а что дальше а вдруг это вернется да вот бомбежки и так далее а что делать когда ты привык все время куда-то прятаться а вот тут вдруг не надо я понятно надеюсь объяснила да что за ситуация может быть это будет связано для людей с большинством количеством людей в вашем городе поэтому начинайте потихоньку адаптироваться к новой жизни что-то я еще хотел а такой момент наверное который беспокоит большинство городов которые ушли под контроль ради российской федерации украина регулярно заявляет что они вернут себе донбасс вот давайте посмотрим удаст как это вы сейчас задать вопрос а так и задать им удастся ли украине вернуть себе вот нынешней украине да не то что там допустим где-то будет который там в сентябре-октябре а именно вот нынешней какая она есть вот под руководством зеленского удастся ли вернуть красный лиман себе но они могут это пытаться делать но в том числе и обстрелами издалека напугать так далее могут искать возможности это сделать но будет договор где-то вот в сентябре месяца и все поставить на свои места будут подписаны бумаги о которых пока лучше не говорить пока эта информация закрытая тайная так скажем а вот но нет вернуть не удастся а причина этого вот будет договор и подписанные документы не просто на словах договоренности а подписанные документы сейчас конечно будет тяжело и обстрелы и какие-то залетные товарищи могут быть то есть могут быть поиски этого возврата но опять же судя потому что происходит на фронте какие тут разговоры пока им будет в любом случае не до вас сейчас постараются вывести севера донецкой остатки свои и вообще вывести войска за севера донец за реку туда до передислокации ну если мы туда сам пусть пробует вот такой расклад то есть будет все постепенно складываться хорошо не просто это понятно со страхами медленно тем более всегда любая как это называется так господи слова выскочила ну когда администрации всякими бумагами занимаются это всегда очень долго это долго пока это вот это все налаживается все эти связи все документы оборота так далее это все долго но это наступит просто терпение вот такой расклад для лимана мирного вам неба над головой берегите себя своих близких и до новых встреч